Солнце в парусах, ветер ласкает волны, романтика моря. Друзья, программа «Парусный спорт» готова к новым приключениям. И сегодня мы по традиции начинаем с моей новой соведущей Ксении Горячкиной, которая делает первые шаги в парусном спорте. Ксюш, почему тебе нравится яхтинг? Мне нравится парусный спорт за то, что на яхте я себя чувствую как рыбка, которая плывет куда хочет, когда захочет солнце, море, брызги, порывы. И когда я на яхте иду, просто захватывает дух. За этот месяц прошло огромное количество регат, от которых действительно захватывает дух. Ну а мы с рыбкой, друзья, начнем с самого главного события, культового события. Не побоюсь этого слова. У нас в этом месяце прошло открытие нового суперсовременного яхтенного порта. Кстати, ты же гонялся же в Смоленке. Чем тебе понравилась эта акватория? Мне понравилась тем, что там очень красивый вид на разлив. И очень красивые окна, просторные. Рыбки красивые плавают в бутваре. И очень вкусное мороженое. Ну, в общем, сразу тогда подарки, друзья. Ксюше дарим наш мерч. Вот такую прекрасную бейсболочку от Марин Пол. Ксюш, носи на здоровье. Погнали! Не каждые 10 лет у нас в стране открываются новые яхт-клубы. И это эпохальное событие произошло в северной столице благодаря Газпрому. Яхт-клуб Санкт-Петербурга. Новый яхтенный порт Смоленко. Дорогие ребята, сегодня вы находитесь в яхт-клубе Санкт-Петербурга в порту Смоленко. Теперь это ваш новый дом. И прямо сегодня начнутся ваши старты. А самые маленькие уже закончены. И мы их будем награждать. Огромное спасибо Газпрому за то, что он помог нам построить этот прекрасный клуб. Я хочу сказать, что то, что вы делаете, воспитывает в вас характер. Как когда-то великий царь Петр I делал первые шаги и навыки владения парусом, так и вы примерно в таком же возрасте сейчас получаете уникальные знания, закаляете свой дух и становитесь настоящими гражданами нашей страны. Спасибо всем большое, а главное организаторам, тренерам и вашим родителям, которые дают вам возможность заниматься этим чудесным видом спорта. Сегодня у нас академия, детская академия клуба лучшая в России, так? Да! И я уверен, что вы будете лучшими яхтсменами. Петербург, друзья! Ура! Открытие было очень крутое. Все очень классно, все стоит рядом, как можно здесь, и на воде, так и ОПП, и теорией заниматься, всем понравилось. У нас очень крутой зал, мне нравится ходить на ОПП. Тут очень красиво, атмосферно, красивый вид и, в принципе, тут хорошо. Мне нравится очень тут слип, он необычный и сложнее, можно получше потренироваться. Слип очень интересно на весной, выходить довольно тяжело, не очень необычно, в сравнении с другими клубами. Здесь хорошая атмосфера и много друзей. Мне понравился больше всего, мне понравился слип и спортивный зал. Сечение, больно заходит, ветер, несмотря на направление, нет такой большой волны, она очень сильно отбивная. Мне очень нравится новый яхт-клуб. Мне нравится наш новый яхт-клуб. Яхт-клуб Смоленко, это очень круто. Новый яхт-клуб будет служить долгие годы всем спортсменам и любителям парусного спорта. Здесь будет базироваться Академия, здесь будет базироваться Фонд исторического судостроения. Все активности яхт-клуба, конечно, будут проходить здесь. Здесь и очень символично, что открыла яхт-клуб регата оптимисты северной столицы, Кубок Газпрома. Регат для меня сложился очень хорошо, мне понравилось. Хорошие старты были у меня и финишная лавировка. Я заняла первое место, я очень довольна результатом. Регата для меня сложилась хорошо, я заняла первое место. Новый яхт-клуб. Здание прикольное, слип прикольный. На гонках у меня получалось хорошее руление и хороший ритм. Барус, кубок, медаль, грамоту. Конечно, я очень сильно довольна своим результатом. Очень рад, что мы нашли этот дом, построили его. Очень благодарен всей команде, которая вложила свои силы в это. И видел, как и вы уже вкладывали свои силы в борьбу не только друг с другом, но еще и с новыми условиями. Для вас, для всех, это был уникальный опыт. Я уверен, что вы все взяли новое и лучшее из этого опыта. Поздравляю всех участников. Ну что ж, друзья, регата завершена. Море счастья, море радости и море позитива. Пока! Парусный сезон набирает обороты. Сегодня в Санкт-Петербурге стартует историческая гонка Кубок Стамиль для больших лодок. Офшорная гонка, которая объединит порядка 350-400 участников и 40 больших крейсерских лодок. Спортсмены за моей спиной уже готовятся выходить на воду. Ну а что их ждет в ближайшие два дня, знает только небесная канцелярия. Ну а нам, друзья, остается с удовольствием понаблюдать за этим экстремальным приключением. Стамильная гонка – это такая традиционная гонка, на которую стремятся попасть все их смены Питера. На самом деле в сезоне для меня важны две гонки. Это Кубок Стамиль и Парусная неделя, она же Балтийский ветер. Это, собственно, две обшорные гонки, которые позволяют экипажам показать себя на открытой воде. Штилевые гонки, скажем так, они сами по себе очень сложные. Понятно, когда там в море штормит, но у тебя хотя бы дует ветер, и ты понимаешь, куда ты едешь и как. А что штилевой гонкой, ты не поймешь, где это пятнышко ветра, там или там, как его найти. Особенно под вечер уже плохо видно. Это сложная гонка, приходилось очень много думать, голова немножко устала, потому что ветер постоянно менялся, стихал. А так, в принципе, интересная гонка. Сто-мильная гонка. Сто-мильная, шхерная, историческая гонка, в которой нужно всем принимать участие. Не только крейсерским яхтам, но и, мне кажется, всем яхтам. Это знаковое событие, это общероссийское событие. Чем больше лодок, чем больше престиж мы будем поднимать в парусном спорте. Самое время перевестись из Санкт-Петербурга в Подмосковье, где состояло сразу несколько оригад с участием наших сильнейших яхтсменов. Кубок России в классе J-70 – одна из самых захватывающих в серии на российских акваториях. И каждая регата на джейках проходит в невероятной борьбе. У нас было проведено 8 гонок. Это вполне хорошее количество гонок для любой регаты. Позволяет достаточно объективно выявить победителей и призеров. Одну очко отделяло первого от второго, второго от третьего. Могли провалиться в результатах, ну и, соответственно, могли лучше выступить здесь уже волей и судьбы, так скажем. Те, кто занял призовые места, они более стабильные, отгонялись. Хотя после первого дня были и первые приходы, в следующие гонки спортсмены приходили 17-ми. Ну, сложный был, но все зависело от старта. Место, как выбрано, там, время. Опять-таки, условия озерные, когда может, помимо твоих настроек, яхты сказаться, еще и погода. Как ты хорошо анализируешь ветер, который вновь пребывает на акватории гонок. Состав очень сильный. Экипажи работают слаженно. Ой, да это очень крутые люди, интересные все по-своему. Ну, в первую очередь, как люди, а также это, ну, сильнейшие спортсмены нашей страны, чемпионы мира, чемпионы Европы в разных классах. Ну, вообще, как бы, по той команде, которая сейчас у нас, ну, мы должны выигрывать все время, мне кажется. Потому что Павел Сазыкин, это, там, большое имя в российском парусном спорте. Ребята Роман Константинов и Евгений Егоров, это очень сильные люди. У каждого своя роль в команде. Я много лет рулю относительно, поэтому по впечатлениям мы должны выигрывать. Третий этап у нас состоится в третий выходной августа. Ну, естественно, мы ждем всех участников, которые принимали участие в первых двух этапах. Возможно, присоединится кто-то новый. В общем, посмотрим, ждем всех. По результатам трех этапов у нас будет определено 14 лучших команд, которые в конце октября в Сочи уже и разыграют звание победителя Кубка России. Сред за Кубком России в J-70 Подмосковье прошел и очередной этап татусной национальной парусной лиги. С 30 июня по 2 июля на Пестовском водохранилище в яхт-клубе Тензор Селлинг Клаб состоялся второй этап национальной парусной лиги. В свой юбилейный сезон в проекте участвуют чемпионы различных лет, опытные спортсмены и энтузиасты парусного спорта. Второй этап проекта видел многое. Сильный ветер, адреналиновые гонки и ожесточенную борьбу за медали. Команды боролись не только с соперниками, но и с самими собой. Нервы и волнения иногда брали верх. Гоночный комитет регаты провел 32 насыщенные гонки. У каждого экипажа был шанс выиграть хотя бы одну из них. Первый день начался с церемонии открытия, на которой собравшихся лично поприветствовал генеральный директор главного партнера Лиги Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Хочу, чтобы сегодня этот важный элемент пропаганды парусного спорта стал еще одним залогом появления людей, которым снова и снова захочется стать рулевым, майнать генакеры и двигаться дальше вперед. Десятый юбилейный сезон. Вроде как недавно это начиналось. В Конаково-Риверклабе проводили первые гонки. Надеялись, что проект будет очень успешным. Он действительно состоялся. Я очень рад вас всех видеть. И всем желаю удачи и победы. В пятницу гоночная программа была достаточно насыщенной. Гоночному комитету удалось провести 9 стартов. Субботний день оказался рекордно длинным. Было проведено еще 13 гонок. Прекрасный рабочий ветер, который пришел на акваторию вопреки всем прогнозам, заставил спортсменов серьезно поработать над каждым своим результатом. В заключительный день Лиги судьи провели еще 10 гонок. Таким образом, в протоколе регаты 32 старта. Каждый коллектив провел 21 гонку. На пятой позиции второй этап завершил экипаж чемпиона Лиги 2020 Зидар Целлинг Тим Зорана Пауновича. В шаге от подиума остановилась команда Федерации парусного спорта Севастополя с Александрой Чичеровой на руле. Бронзовые медали получил действующий чемпион туапсинская команда «Калипсо» Владимира Шишкина. На руле в этом этапе выступил Максим Таранов. Я думаю, что где-то не выдержали нервы нашего тактика, и мы там несколько раз ошиблись крепко, и поэтому, в общем, день завалили. Я считаю, что это один из лучших проектов, который сегодня есть у нас в стране. Лидеры предыдущего этапа совершили несколько ошибок, среди которых были даже фальстарты и дисквалификация. Но благодаря оперативной работе над ошибками остались на подиуме. Серебряные медали завоевали чемпионы 2019 года команда «Ахмат» из Чеченской Республики под руководством Александра Башко. Потрясающая регата прошла. Это второй этап национальной парусной лиги, где собираются сильнейшие их смены, и всегда приятно гоняться в таком коллективе. Выиграв большую часть своих стартов, на верхнюю строчку пьедестала поднялась команда принимающего яхт-клуба «Тензор Тим». Благодаря этой победе экипаж начинает лидировать в общем зачете юбилейного сезона, отобрав эту позицию у команды из города Грозный. Мы рады нашему результату. Мы рады, что справились с борьбой, справились со своим волнением. Можно сказать, победили и сами себя тоже. Следующий этап национальной парусной лиги станет юбилейным. 70-е регата проекта пройдет «Конакова Риверклаб» с 21 по 24 сентября. Кстати, именно здесь в 2014 году состоялась первая регата лиги. Поэтому команды с большим удовольствием вернутся в это знаковое для проекта место. Любите парус? Всем ветра! Куйбышевское водохранилище уже давно стало меккой парусного спорта. Что зимой здесь очень любят гоняться кайтеры и серферы, что летом. Друзья, ну и, конечно, историческая Поволжская регата, которая с 1937 года существует. Представляете, в этой регате побеждал первый олимпийский чемпион СССР Тимир Алексеевич Пенегин. Здесь гонялись величайшие яхтсмены. Ну и сегодня более 450 участников приехало в Тольятти, чтобы побороться за призы этой престижнейшей регаты. 86 лет назад она была организована. Это просто суперистория, друзья! Самый тяжелый день был, когда было пять гонок, потому что первые три гонки даются достаточно хорошо, еще свежая голова, и ты можешь достаточно точно разложить лавировку и бакшник. А потом становится тяжелее, и Шкоттому тяжелее работать, потому что он устает. Конференция была всю регату, длилась на протяжении всех гонок, но она нам поспособствовала ускориться и добавила, да, мотивацию. Первый день сначала не было ветра, но потом подуло. Я сразу была в десятке, мне было тяжело, у меня было много соперников. В остальные дни уже стало полегче, уже начала разбираться с волной, с акваторией. Тут хорошая волна, акватория, в принципе, тоже очень хорошая. Мне здесь нравится, уюту я в клуб очень. Регата началась с сильного ветра, очень хорошо я в нем хожу, чувствую себя уверенно, за счет опыта, понятно. Сильный ветер дал нам возможность уверенно закрепиться в верхних строчках таблицы лидеров и получить преимущество перед слабым ветром, которое мы смогли сохранить. Далее по регате ветер потихоньку ослаблял, мы ждали некоторое время на берегу, выходили и ждали на воде, но гонки проводили. Были очень необычные ветровые условия, стилирующий ветер, который невозможно было предугадать. Приходилось думать наперед, смотреть за флотом, который шел перед тобой. В основном это были лазера. И по ним принимать решения по тактике и стратегии. Национальный класс MX700 набирает огромную популярность у нас в стране. Уже многие города, многие предприниматели закупили эти лодки для гонок на своих акваториях. Ну а сегодня в Санкт-Петербурге стартует кубок этого класса, который собрал очень большое количество участников и среди них очень много известных профессионалов. 2023 год для нас является в своем роде юбилейным. Это пятый год с момента создания класса MX700. И этот год для нас является в том числе и знаковым потому, что у нас в этом году пройдет первый в истории класса чемпионат класса MX700. Это мероприятие высшего уровня, пройдет по всем стандартам и регламентам, применяемым к чемпионатам России. Я первый! Приехала 21 команда. Гоняемся большим флотом на одной дистанции без пересадок. 21 лодка на акватории. Это очень красиво и захватывающе. Отличный этап. Мы сегодня были молодцы. По промежуточным результатам у нас первое место. Будем надеяться, что завтра тоже будет все классно. Очень повезло с погодой, стабильный ветер. И большое спасибо организаторам. Все, как всегда, безупречно. Было 20 плюс команд. Нам все очень понравилось. Завтра встретимся. Сильнейшие команды вновь собрались на акватории Пестовского водохранилища, чтобы побороться за второй этап Тензор Интернешнл Кап. 2 миллиона рублей разыгрывается в этом сезоне. Заберет их, естественно, победитель всех трех этапов. Ну и, конечно, международного этапа, который пройдет уже осенью. 26 команд, 15 регионов России, Белоруссия и Сербия. В общем, будет круто. На протяжении трех гоночных дней сильнейшие их смены ловили нестабильный ветер и вели острую тактическую борьбу на просторах Пестовского водохранилища, самой большой акватории Подмосковья. Справиться с непокорной стихией, а также совладать с нервами удалось не всем. За 24 прошедшие гонки было немало досадных финишей в конце пелотона, фальстартов и нарушений правил, что не раз меняло расстановку команд классификации. Финальный день гонки решал исход всей регаты. На первых стартах был очень слабый ветер, но по ходу раздуло, и финальные гонки прошли уже в идеальных гоночных условиях. Лидерам рейтинга команде «Ахмат» хватило запаса прочности, чтобы сохранить первое место и завоевать победу на этапе, несмотря на два неудачных прихода с восьмым и девятым результатами. Потрясающе. В «Тензоре» всегда приятно гоняться. Конечно, волнение было, так как соперники не дают расслабиться. Последний день, как всегда мы говорим, все решается в последних гонках, прям самых последних. Борьба плотная. У нас был там некий такой отрыв по очкам, как казалось некоторым. Но этот отрыв, он ничего не стоит, потому что вся борьба идет по-любому до последнего. Но мы сумели удержать это расстояние, и мы победили. Судьба второго и третьего призовых мест решалась вплоть до заключительной гонки. Первый приход «Барс Селлинг Тим» против седьмого у русских богатырей вывел их вперед, но следующие две гонки богатыри пришли вторыми, а «Барсы» оказались лишь двенадцатыми и шестыми. В итоге серебро досталось коллективу Игоря Рытова прошлогодним победителем серии «Тензор Интернешнл Кап». Наша задача была минимум удержаться на второй строчке. Мы благополучно с этим справились, но в первой гонке сегодняшнего дня, конечно, у нас был залет, по-моему, десятые мы пришли. При этом наши конкуренты так отъехали, они первые были, это команда «Барс». Но очень большой отрыв был от первой строчки от «Ахмата», поэтому, конечно, сегодня в последней гонке могло бы решиться, конечно, если бы мы пришли первые, а не последние. Но команда «Ахмат» – это, конечно, не та команда, которая придет последней, поэтому, в принципе, мы довольны, что и второе место на этом этапе. Ну так, было нервно, валидольно, все, как мы любим, но, слава богу, и с эмоциями, и со всем остальным справились. Спасибо. Третье место на пьедестале заняла сербская команда «Зидар Целлинг» Тим Зорана Пауновича, совершив финальный день гонки отличный рывок на три позиции вверх. Мы поднимались по чуть-чуть, по чуть-чуть, достигали свои цели. По сути, не знаю, я не могу сказать, что это я ожидал, не совсем ожидал, но надеялся, что должны подниматься. В принципе, сегодня хорошо отгоняли три гонки, как бы без ложной скромности можно было чуть-чуть даже лучше, но, в принципе, я очень доволен. Так что, наконец-то, так и доволись до вершины почти. В шаге от подиума регату завершил экипаж Максима Батракова «Барс Целлинг Тим», который показал высокий класс ведения гонок. Мне в целом этап понравился то, что все три дня был ветерок. Относительно первого этапа была более длинная дистанция. Это тоже было более комфортно гоняться, потому что все-таки флот не маленький, 14 лодок. Постоянно нужно находиться в тонусе, нет возможности ошибаться практически вообще. Очень сильно идет прокачка для всей команды. В шестерке лидеров этап закончили команды «Фата» Маргана Евгения Андрианова и «Тензор» Тим Андрея Пушкина. Получились хорошие приходы. За исключением двух гонок, где мы нарушили правила, тут очень плотная борьба. Очень сильный, реально очень сильный в этом году состав. Все идут плотно, и нарушение – это частое явление. Просто в нашем случае мы не успели реабилитироваться после выполнения нагибы. Но результатом мы не сработали. Первую десятку сильнейших на втором этапе дополнили призеры и победители первого этапа команды «Поветро», «Хабекс» «Пирогова», а также экипажи «Норд» и «Пэкспорт». Взять реванш и побороться за зачетные очки решающего третьего этапа «Тензор» «Интернешнл Кап-2023» участники смогут с 7 по 10 сентября в «Тензор Сейлинг Клав». Здесь будут подведены итоги российской сетки турнира. Не зря мы сегодня начали нашу программу «Хопку». Дело в том, что мы проводим розыгрыш вот такого прекрасного мерча. В нашем телеграм-канале нужно было оставить парусную «Хопку». И Вера Филимонова оставила прекрасную «Хопку», и мы вручаем ей сегодня вот эту маечку. Вер, помните то, что вы написали? Конечно. Тренер спокоен, мастер сидит на руле. Будет победа! Браво, браво, браво! Поздравляем победителя конкурса. Друзья, конкурс у нас продолжается. Супер, спасибо огромное! Друзья, наша программа продолжает розыгрыш. Чтобы стать очередным победителем, нужно подписаться на канал «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» в телеграмме и в комментариях придумать шутку о парусном спорте. Спасибо, Ксюш, шикарно провела программу. Посмотрите, настоящий профессионал. Ну а каждый человек, влюбленный в наш вид, знает, что когда паруса наполняются ветром, сердце щемит от радости, а душа уносится в небеса. И в завершении программы мы хотим вам подарить сумасшедшие кадры от компании «Рундук Рейсинг» и оператора Андрея Шереметьева на супер-яхтах 69F. Ходите под парусом! Любите парусный спорт! Пока, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!